На календаре вторник, 8 декабря, часы показывают 16.00, как всегда в это время в прямом эфире 7 новости. В студии Максима Лынов. Здравствуйте. В Одессе переименуют улицы и снесут памятники. Такое решение было принято в мэрии. Там же и определили, что в городе сменят свои названия 10 улиц, 2 переулка и 1 парк. Также демонтируют два памятника и изображения на фасадах зданий с коммунистической символикой. Отметим, что по информации пресс-службы мэрии, демонтажу подлежит памятник Ленину в одноименном парке и Михаилу Томасу в сквере Томаса. При этом памятник так называемого вождя пролетариата может быть признан музейным экспонатом. Его судьба будет решена после передачи на баланс Краеведческого музея. Напомню, что все эти действия связаны с выполнением закона о декоммунизации или, другими словами, борьбе с тоталитарными режимами в Украине и запрете пропаганды их символики. В Одессу привезли 14 тонн гуманитарного груза от представителей Министерства обороны Латвии. Это одежда для воспитанников детских домов-интернатов, семей вынужденных переселенцев с Востока и бойцов, которые находятся в зоне АТО. Вещами смогут обеспечить несколько тысяч человек. По словам волонтеров, это самый большой гуманитарный груз с одеждой, который не получали за последнее время. Это уже третья по счету благотворительная помощь, привезенная в Украину из Латвии. Мы очень надеемся, что этот груз пойдет тому, кому он самый больше нужен. Большую часть вещей отправят в сиротские заведения Одесской области. Сегодня в них находится более 300 малышей из Луганска. У многих из них вообще нет зимней одежды. Для того, чтобы дети получили обновки как можно скорее, распределять груз по размерам и группам будет несколько десятков волонтеров. Сортируем, потом распределяем по потребностям, собираем потребности по сиротским заведениям. Работает наш пункт помощи переселенцам. Каждую субботу к нам приходят люди и мы выдаем одежду, обувь, продукты питания, медикаменты. Одежду и обувь также отдадут временным переселенцам из Донецкой и Луганской областей и Крыма. И отправят бойцам на передовую в зону АТО. Цель этого груза как-то помочь больше и сказать немножко спасибо военным семьям, которые здесь воюют. И немножко сделать такую поддержку. Это маленький такой только шаг сказать просто спасибо за то, что вы делаете. Одесса уже получала благотворительную помощь от Великобритании, Швейцарии, Германии, Канады. В следующий раз из Латвии обещают привезти мультифункциональные кровати для пациентов Одесского военного госпиталя. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. В Одессе остаются около 7 тысяч бездомных собак. Такую статистику привел руководитель проекта Немецкого союза защиты животных Герт Фишер. Он приехал в Одессу для обсуждения дальнейшего сотрудничества немецкого приюта на шестом километре Авидиопольской дороги с нашим городом. Напомню, приют участвует в городской программе по гуманной регуляции бездомных животных путем стерилизации, которая заканчивается в этом году. По словам Фишера, городские власти говорят о продлении сотрудничества в рамках новой программы, которую примут до 2021 года. Президиум Немецкого союза защиты животных и благотворительное учреждение приют помощи и защиты бездомных животных готовы выразить свое согласие на дальнейшее сотрудничество. При условии, что все пункты программы обсудят и дополнят договором, по которому и будут строиться отношения с городом в дальнейшем. Ну а всего за время работы в Одессе и Киеве Немецкий союз защиты животных потратил около 5 миллионов евро. Только через Одесский центр защиты и помощи бездомным животным прошли 57 тысяч собак и кошек. В немецком приюте, говорят, готовы работать не только с Одессой, но и с областью. Тем более, что бездомных собак из пригородов практически перевозят. Мы уже работаем по отдельным договоренностям с Теплодаром и Личевском. У нас были животные с седьмого километра. То есть все те населенные пункты, которые находятся неподалеку от Одессы, они также находятся в наших интересах. Мы бы хотели, чтобы животные оттуда тоже прошли через наш центр, но мы это будем регулировать дополнительными договоренностями. Халатность врача привела к инвалидности новорожденного ребенка. Двухлетний малыш Артем Князьков вместе с родителями уже два года борется со страшным диагнозом ДЦП. Подробности об этом далее в сюжете. Такого детства, наверное, не пожелаешь никому. За свои два года жизни Артем Князьков никогда самостоятельно не брал в руки игрушки и не играл с детворой. У ребенка вследствие родовой травмы поставили диагноз ДЦП. Родители мальчика во всем винят доктора. Мы хотим, чтобы он понес наказание. По словам мамы Артема Анны Князьковой, беременность протекала спокойно и без осложнений. За два месяца до родов по совету знакомых обратилась в Величевский роддом к врачу Владимиру Шерреру. Все это время она находилась в медицинском учреждении под его наблюдением. На четвертый день, когда я уже лежала в роддоме, ночью я не чувствовала ребенка. То есть, что ребенок у меня шевелится, я этого не чувствовала. На утро я словила, скажем так, врача, сказала об этом, что я не чувствую ребенка. Ну, он говорит, ну подожди, я тебя посмотрю. То есть, никаких быстрых каких-то реакций не было от него. УЗИ показало, что шея ребенка туго обвита пуповиной. Анна забила тревогу и просила врача сделать кейсерово сечение. Доктор отказался и сказал, что роды пройдут естественным путем. В 2.36 родился ребеночек, не закричав. Было тугое обвитие вокруг шеи у него. То есть, сразу его сняли. Начали откачивать и отвели в реанимацию ребенка. Со мной все хорошо, но вот ребенка откачивали. В результате у Артема гипоксия головного мозга и повреждены все конечности. Постоянность пастика мышц и задержка умственного развития. Я вернулась до этого лекаря. Я говорю, что же вы натворили? Я говорю, ведь был же протокол УЗИ, где можно было сделать кейсерово сечение. Дитина была бы жива и здорова. На мое питание он мне ответил. Ну и что, это не показатель для кейсерово сечение? Родные все эти годы добиваются правды. Они хотят, чтобы врач понес наказание за свою халатность. Облздрав, его признали виноватым по приказу 900-901-го. Он переношен на вагитность, достресс плодом. И значит, немаловажный фактор. Ревно через 9 дней, после того, как его признали виноватым в облздраве, ревно через 9 дней он увольняется. В Величевской лекарне. Родители Артема обратились в Величевскую милицию и возбудили уголовное дело против Владимира Шерера. По словам Людмилы Гончаренко, суд медэкспертиза сделала совершенно противоположное заключение экспертной комиссии облздрава. На данный момент Артем не ходит, не сидит и не разговаривает. Его состояние здоровья очень тяжелое и требует постоянного лечения и реабилитации. Ежедневно мальчик нуждается в массаже, гимнастике, ИПА и дельфинотерапии. Родитель все свои силы концентрирует на выздоровлении сына. По словам Анны Князьковой, связаться с доктором они не имеют возможности. Он просто пропал. В больнице им сообщили, что врач давно находится за пределами страны. У семьи Князьковых возникает вопрос, кто должен нести наказание за врачебную ошибку и почему по данному делу правоохранительные органы бездействуют уже два года. Ирина Стрябко, Сергей Чумаков, Седьмой канал. Родные Насте Курдяковой просят одесситов помочь в поиске девушки. 1 декабря она пошла на собеседование, возвращалась домой, но до дома так и не дошла. Телефон выключен. Никакой информации о местонахождении девушки сейчас нет. Она была одета в синюю вязаную шапку, синее дутое пальто, черные спортивные штаны и ботинки рыжего цвета. Из особых примет – волосы русые, кудрявые, глаза серые, большие, худощавого телосложения, рост приблизительно 165 сантиметров, выглядит на 20 лет. На безымянном пальце правой руки татуировка синего цвета слово «Лав». Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки, сообщите по телефону 795 06 55 или по телефону 102. В Украине выпустят необычную монету номиналом в 5 гривен. На ней будет изображена обезьяна – символ грядущего года. По данным Национального банка, глаза животного сделают из желтых кристаллов, а сама обезьяна будет в окружении растительного орнамента. Монету сделают из серебра, общий тираж составит всего 20 тысяч штук. Но я отмечу, что немного ранее, 3 декабря, началась продажа сувенирных монет с изображением Михаила Саакашвили. В Одессе может появиться необычная арт-елка, но только если этот проект поддержат одесситы. Организаторы, художники и декораторы обращаются к жителям города за помощью. На создание оригинальной 9-метровой красавицы нужно около 100 тысяч гривен. Первую часть уже удалось собрать. Еще осталось 80 тысяч. Обращаемся ко всем меценатам, людям, одесситам. Если вы хотите, чтобы в Одессе появилась очередная достопримечательность зимняя, просим вас помочь нам найти финансирование на эту елку. Я напомню, что в прошлом году создатели проекта представили оригинальную вязаную елку. Она вошла в мировую десятку самых необычных новогодних достопримечательностей. Из чего сделают дерево в этом году, пока не признаются. Лишь отмечают, что это будет настоящий символ мира и Украины. На Одессе вы будете гордиться этой елкой. Почему? Потому что там такой месседж вложен в нее. Что каждый, кто приедет в Одессу и прикоснется к этой елке, он таким образом, как частицу своего тепла, отдаст месседжу то, что мы хотим мира. Ну а подробность этого проекта можно узнать на сайте седьмого телеканала и на странице фейсбук Оксаны Кузнецовой. Там же можно найти и нужные реквизиты и контакты. У уличных фотографов в очередной раз изъяли средства заработка трех краснокнижных орлов. Птиц уже доставили в Одесский зоопарк, там за ними обещают присмотреть. Хотя директор зоопарка Игорь Беляков отмечает, что орлы недокормленные и измученные. И скорее всего уже никогда не смогут летать. Это уже не первый раз нам передают от уличных фотографов птиц. Они, как правило, истощены, они не летные, то есть они не могут летать. Они страдают зачастую рахитом или другими какими-то хроническими заболеваниями. И они нуждаются в общем-то в таком периоде реабилитации. За два года Одесский зоопарк принял от правоохранителей 11 орлов. Все они уже никогда не смогут жить на воле. Эксплуатируют не только птиц, но и других животных. Игорь Беляков напоминает, что такие фотографии дорого обходятся животным. Это просто неприлично и недостойно, что это дурной тон. Когда мы все это поймем и перестанем спонсировать такие виды заработков, то этот бизнес уродливый, бизнес отомрет сам по себе. Но о том, что будет с птицами дальше, наш корреспондент Леся Повар расскажет уже в следующих выпусках новостей. Это была последняя информация в нашем выпуске. Следить за новостями нашего телеканала можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцами интересного события, звоните в редакцию по телефону 726-3226. Увидимся через два часа. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok